Всем здрасте, с вами Сеня. В сегодняшнем видео хочу показать свой ежедневный макияж, который занимает от силы 5 минут. Первое, с чего я начинаю, это тональная основа BB CC крем. На данный момент у меня пробничек CC крема. Он мне немножечко темноват, но тем не менее, все равно буду его использовать, потому как, в принципе, он дает неплохой эффект на коже. Но я сейчас очень бледная, поэтому немножко отличия есть с кожей шеи, плеч и всего такого прочего. Поэтому, используя данный CC крем, я, как правило, ношу что-то закрытое. Распределяю пальчиками, максимально быстро. На лице до этого у меня был увлажняющий крем, а брови это микроблейдинг, ему 3 месяца. Чисто теоретически, тут, в принципе, знаете, такие тени остались от этого микроблейдинга. Я бы не сказала, что он прям идеальный, вот, но что-то где-то, что-то, видите, прорисовано. В принципе, если поддерживать именно форму бровей, там, выщипывать лишние часто и подрезать их ножницами, то смотрится куда более-менее реалистично. Но не в варианте макияжа. Когда красишься, все равно приходится брови немножечко подчеркивать. Для бровей я всегда использую Color Tattoo в оттенке Top, скошенную кисточку. Это Just 94G. Буквально чуть-чуть слегка убираю вот именно проплешины и более аккуратно прорисовываю именно кончики. В микроблейдинге то и хорошо, что форма определенная есть, и стоит только просто чуть-чуть ее подзаполнить, не выходя за границы особо. И тогда все будет смотреться более чем ровно и красиво. Конечно, за исключением мимики. У меня мимика лица довольно активная, поэтому часто брови могут смотреться не на одном уровне. И это просто из-за того, что я очень активно двигаю бровями, лбом. Из-за этого у меня ворщинки на лбу всегда. Это многострадальная палетка iDivine от Sleek. Заполняю растушевочной кистью с самым светлым оттенком всю подвижную часть века. Быстренько, просто чтобы ее немножко подмотивировать. И дальше буду использовать вот какой-то из этих оттенков. Этот, либо этот, либо вот блестючий использую. Ну, сегодня вот этот будет оттенок. Им я, грубо говоря, заполняю половину подвижного века на глазах. И складку. Самый темный вот этот вот оттенок, конечно, я его в складку пытаюсь запихнуть. Собственно говоря, дальше все растушевываю и растягиваю. Процесс тоже довольно быстрый. Ну, как бы в зависимости от того, насколько я аккуратный хочу макияж. В качестве ежедневного макияжа мне, знаете, вот не обязательно прям такая выверенность, четкость линий. Поэтому я быстренько-быстренько-быстренько рисую. Обычно я привыкла краситься перед большим зеркалом. Поэтому сейчас я могу перед камерой немножечко, конечно, накосипарить. И не обязательно все очень ровно сделать. Я прошу прощения, ну, я просто показываю то, что я делаю в течение дня. Вот как-то так. Дальше я беру опять вот этот вот цветовый оттенок. И именно границы все растушевываю. Чтобы все смотрелось уже поровнее. Довольно щедро я с этим оттенком работаю. Эту же растушевочную кисточку я сплющиваю, набираю вот этот вот темный оттеночек. И слегка вот здесь вот прорисовываю. Остается дело за малым. Это подводка Vivienne Sabo и родная же кисточка. Я ее использую для ускорения процесса. И у меня здесь миниатюрка от Chanel туши. Кстати, классная тушь. Мне она очень понравилась. Стрелки, как я вывожу, у меня есть видео на канале. Там аж целых три варианта стрелок. Поэтому сейчас быстренько, быстренько, быстренько что-нибудь сообразим. Но я думаю, что не особо активная сегодня, потому что этот макияж ежедневный. И не факт, что ровно получится. Опять же, потому что я не привыкла перед маленьким зеркальцем краситься. Вот как сейчас. Это мне жутко как-то неудобно. Дальше тушь. Румяна по желанию. Обычно их не использую. Но иногда, когда настроение есть, чуть-чуть буквально. Какие-нибудь розовенькие. Красная помада в зависимости от того, что мне сегодня предстоит. Там есть какие-то поездки, прогулки, то почему бы и нет. Красную помаду люблю, но тогда нужно макияж аккуратнее делать. Потому что с красной помадой это критично. Что касается синяков под глазами. Сейчас пользуюсь вот таким корректором. Но мне он не особо нравится. Но вообще давайте сейчас попробуем накрасить. Вот и все. Как-то так это выглядит. Занимает 5-6 минут от силы. И я очень быстро это делаю. Не всегда, конечно, аккуратно выходит. Но для ежедневной такой вот обычной жизни мамы, которая вечно спешит, нормально.